Здравствуйте, уважаемые читатели! 2020 год особенно для нашей страны. В этом году мы отмечали 75-летие победы советского народа в Великой Отечественной войне. Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года нападением Германии на Польшу, а ровно через год Германия напала на нашу страну. Так началась Великая Отечественная война. Вторая мировая война – это крупнейшая война в истории мира. Она была развязана Германией, Италией и Японией с целью передела мира. В войну было втянуто 61 государство. Военные действия велись на территории 40 государств. И вот 2 сентября 1945 года на американском линкоре Миссури был подписан акт о капитуляции Японии. Этот день принято считать днём окончания Второй мировой войны. Вторая мировая война затронула практически все советские семьи. Память о тех трагических событиях до сих пор жива в сердце каждого из нас. И нынешнее поколение чтит павших героев и помнит эту памятную дату. Но с каждым годом число участников этой войны уменьшается. Но остаётся жить их дети, правнуки, которым деды при жизни рассказали о своих боевых походах и трудностях, пережитых ими во время войны. И кому, как ни молодым, помнить и нести эту память в веках. Так в 2018 году стартовал проект «Это рассказал мне мой дед» с воспоминаниями о героических событиях прошлых лет. Центральная городская библиотека в рамках проекта провела сбор информации «Помним, храним, дорожим» в колонии «Бессмертный полк». А также вела поиск по интернету родственников ветеранов, участников Великой Отечественной войны. В рамках проекта был создан диск с рассказами о своих отцах, дедах, прадедах, ставших на защиту Родины или трудившихся в тылу врага. И выпустить его к 75-й годовщине Великой Победы. В содержании диска были включены видеозаписи, интервью, фотографии ветеранов войны, их наград и газетные статьи. На сегодняшний день записано 9 видеоинтервью. Среди рассказчиков большинство – это люди старшего поколения, чье детство прошло в трудные послевоенные годы. Все эти видеоматериалы, а также сам диск «Это рассказал мне мой дед», имеются в Центральной городской библиотеке. Вы всегда можете воспользоваться этими материалами. Картину страшных лет войны до нас доносят не только архивные источники и воспоминания очевидцев и их потомков, но также это доносят книги. Тема Великой Отечественной войны была и остается одной из ведущих в литературе прошлого и настоящего. Сегодня, когда в живых остается все меньше ветеранов войны, книги приобретают исключительное значение для передачи новым поколениям памяти о событиях того периода. Когда мы читаем стихи или прозу о войне, мы разговариваем с людьми, которых уже давно нет с нами, и проникаемся духом тех лет. Поэтому Центральная городская библиотека организовала литературно-патриотическую акцию «В память о Великой Победе. Прочти книгу о войне». Акция проводилась с 23 апреля по 2 сентября этого года. Акция проводилась в социальных сетях. Участники акции присылали свои работы, отзывы или видеоролики на электронную почту Центральной городской библиотеки для размещения на официальном сайте, в Инстаграме и ВКонтакте. В акции принимали участие жители Уссурийского городского округа без возрастных ограничений. Участники акции были совершенно разные. Пенсионеры, служащие, студенты, молодежь, школьники различного возраста. За весь период проведения акции на почту библиотеки поступило более 80 отзывов на прочитанные книги. И как показали результаты акции, самыми популярными и читаемыми оказались произведения писателей-фронтовиков. Бориса Васильева «Азорь из Дестихии», Константина Воробьева «Убиты под Москвой», Вячеслава Кондратьева «Сашка», Ивана Статнюка «Война», Эммануила Казакевича «Звезда» и большой популярностью пользовались стихотворения Константина Симонова. Именно писатели и поэты-фронтовики, проведя свою молодость на полях сражений, донесли до современного поколения историю человеческих судеб и подвига народа в этой страшной войне. Центральная городская библиотека объявила литературно-патриотическую акцию «В память о Великой Победе. Прочти книгу о войне», посвященная 75-летней годовщине Победы «Великой Отечественной войне». На мой взгляд, очень интересное и нужное мероприятие. Присоединиться к акции мог любой желающий. Для этого было необходимо прочитать любую книгу о войне или рассказать о своем любимом произведении, будь то роман, повесть, рассказ или стихотворение. Я решила поделиться своими впечатлениями о прочитанных произведениях. Окунуться в то непростое время, попробовать вместе с героями книг пережить боль, гнев, отчаяние, страх и в то же время чувство любви ко всему живому и настоящему. Моё поколение знает эту войну из рассказов ветеранов Великой Отечественной войны, фильмов и, конечно, книг, особенно произведений, написанных участниками этой страшной войны. В разное время я дважды перечитывала трилогию Константина Симонова «Живые и мертвые. Солдатами не рождаются» и «Последнее лето». С этими героями в первой книге я прошла путь от первых дней отступления до разгрома немецкой армии под Москвой. Затем новая встреча с главными героями в романе «Солдатами не рождаются». «Сталинград. Неприукрашенная правда жизни и войны на новом этапе одоления науки побеждать». А наступательная операция «Багратион» Белоруссии 1944 года была описана автором в романе «Последнее лето». В центре трилогии главные герои Серпилев и Сенцов. Их путь по дорогам войны. Впервые я прошла этот роман в 16 лет и была под большим впечатлением. Прочтите эти книги, которые написал писатель-фронтовик, прошедшие все тяготы войны и сумевшие их правдиво описать, насколько это было возможно в то время, и еще одно произведение, не раз экранизированное. Рассказ Михаила Шолохова «Судьба человека» запомнился мне еще со школьной скамьи. Перечитав его, я вновь испытала те же чувства, щемящее чувство жалости и в то же время чувство гордости за русский народ. Главный герой – простой солдат. Он испытал многого за свою жизнь, был тяжело контужен, прошел страшными дорогами войны, и вот победа. Радость, счастье, но главный герой узнает, что вся его семья погибла. И когда отчаянная и безысходность почти сломали этого сильного человека, одна мимолетная встреча меняет круто его жизнь. Он встретил мальчика-сироту и усыновил его. Два одиноких человека, большой и маленький, нашли друг друга и обрели цель и смысл жизни. Рассказ очень запоминающийся и проникновенный. Советую прочитать его молодым людям и понять, какой ценой досталась нам победа. Участием в акции я отдаю дань памяти погибшим воинам в Великой Отечественной войне. Это мой вклад в память о победе. Время показало, что наш народ един. Мы помним свою победу и никому не отдадим. Очень важно сохранить память об этой войне, передать молодежи уважение к подвигу старшего поколения, понимание значимости Великой Победы для нашей страны и всего мира. Мы должны помнить эти жуткие уроки истории, помнить для того, чтобы жить и чтобы не совершать подобных ошибок.